Срочное сообщение, дорогие любители блошиных рынков. С 13 по 16 мая на Тишинской площади дом 1 будет проходить блошиный рынок. Блоха, я вас туда приглашаю. Будет очень интересно. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня прекрасный солнечный день. 10 мая я иду во второй корпус на блошиный рынок. Кого я там встречу, не знаю. Будет тоже для меня сюрприз. Вот я уже на рынке. Что же нас сегодня здесь ждет? Ну, конечно, к Жейлю уже не интересуемся, потому что здесь не бывает скидок. А на скидке я уже купила ее очень много. А вы где будете? На Блошинке, на Тишинке будете? Нет. Ну, а куда же я приглашу людей? Сюда в конец месяца. А в конце месяца будет здесь что-то, да? Да. Мы надеемся. То есть сейчас уже выходит на такой постоянный уровень, да? Ну, говорят, что если здесь закроется внутри, то будет на улице вначале. Ну, во всяком случае, Музей Москвы начал работать. Ну, что же, очень приятно. Нет, не так давно, он не так часто бывает. Ну, правда, последний раз был недавно, да. Раз в месяц, да. Ну что, я счастливая. Я здесь живу рядом. С праздником вас. Вас тоже с праздником. Хоть 10 число, но все равно очень... Все равно праздник длится. Да. И удачи. И вам хорошего дня. Так, а как вас зовут? Меня Рая. А называется коллекционный... Как называется ваше? Просто Рая? Без этого... Как вы, зайчик, зайчик сколько стоит? Полторы. Вот здесь вот у зайчика, видите? А, понятно. А, пофиг, где в идеале и ушки, и все-все. Так, вот, смотрите. Да, 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 да. Что-то прям на оранжевый цвет менять. Ну, потому что красиво. Ой, уже столько пилоранжевого. Это ручная роспись. Да, прекрасно. Вот еще и заканчивается. А вот бокал, сколько вас стоит вот эта красивая? Пять. Это... Не, заканчиваться не хочу, спасибо. А ради интереса, сколько сахарница стоит? Ну, 800 отдам, а нет. Понятно. А там, где? А вот эти чашечки? Эти чашечки старые ОКЗ по 700. Ага. Ну, пару заберете, отдам по 600. Бывает так, что в какой-то период вам нравится какой-то определенный цвет. И вот сейчас мне очень нравится оранжевый. И увидев эту чайную пару Дулева, я, конечно, не удержалась и сразу ее купила. Ну, а крытье здесь, во-первых, она, видите, ребристая, как любит Дулева, так же, как и блюдечко. Здесь много позолота, в медальонах ручная роспись цветы, что тоже делает ее очень интересной. И, судя по этой позолоте, у нее было очень хорошее витринное хранение. Просили за нее 500 рублей, но я торговалась на 400. Ну, поэтому думаю, что... Ну, в общем, стала обладательницей. Я думаю, что это где-то 60-е годы. И, глядя на нее, у меня сразу воспоминания о тех годах. Она относит в то счастливое время. Ну, 70-е, может быть. Да. В детстве таких чашек было много. Ну, вот, я Ирочку встретила. Мельников, я только помню. Вас там, Мельникову, вот. И посмотрите, она нас опять удивляет своим дизайном. Расскажите, что это у вас такое красивое, брошь. Да, это брошь уникальная. А у вас всегда уникальная все. Спасибо большое. У меня есть девочка-дизайнер. К сожалению, я вам пока ее имя не расскажу. Это моя маленькая тайна. Вот, я с ней дружу много лет. Она член Союза художников, расписывает иконы, делает ростовые фигуры. Это ее маленькое направление, она выполняет броши. Вот, в данном случае, единственное, что было, вот, это ангел. А так, в основном, такие образы. Брошь уникальная. По 50-х годам. Да. А эти по 8 китайские. И только шутеночок 25. Вот. Спасибо. А серьги чьи? А серьги – это наше производство из Екатеринбурга. Большие, крупные жемчуга барокко. У меня сейчас можно купить такие, в таком стиле, если хотите. Единственное, то есть, впервые за 10 лет мы еще такие выполнили. Поэтому, получается, смотрите, что у нас. Вот такие серьги. И есть к ним кулон. Здесь, помимо всего, еще вставлены метистики, горные кристалля. Для ощущения такой игривости, такой, как бы, вот, женственности. Чтобы посверкивали еще чуть-чуть, да. Чтобы у сырка не было. Вот такие большие, крупные серьги барокко. Вот. В принципе, можно заказать, но очень сложно найти сами жемчужины. Кулон, вы смотрите, обалденнейший. Это не рауктопаз, это серебрин. Не рауктопаз? Конечно. Вы сравните, пожалуйста. Вот рауктопаз и цитрин. Разные энергии от них оттечет, хотя они оба... Цитрин, вы сказали? Да, это цитрин. Вот. Он в серебре с турмалином. И получается, что дополнительная цепочка, она оплачивается отдельно. Я ее купила, чтобы вам не искать нечерненную цепочку. Да, сколько такой? Вот, сделано это на вале. Такой древнецкий пол, 16 тысяч рублей за такой огромный камень. В таком прозрачности это почти, как называется, даром. Очень красивый. Очень красивый. Его надо смотреть, да. Надо посмотреть, конечно. Мне тоже от бабушки перешла брошь. И все разные говорят. Что у меня вообще из новой коллекции? То есть в этот раз у меня на самом деле Леры постарались. Вот и верхняя часть я оформила. Это канон. Старый Китай, 50-е годы. Резьба по первому муру. Костяные личики. Вот такие нежные восьмиугольнички. И выкинутые панно для простеночков. Это резьба внутри дерева идет, а потом заполнено все краской. Интересно, в принципе, выводили. Потом у меня есть из новой коллекции светильники. Это Старая Германия. А давайте туда тогда подойдем. Надо бежать. Все красиво, да, нельзя? Черт, лопушка. И дятел. Да. Дятел тоже нежно горит, но там, к сожалению, нет длинный провод. Не могу подсоединить к крозетке. Если надо, будет дождь. А вот это вы говорили, да, заполнено краской? Да, примерно конец 80-х. Резьба по дереву углубленная такая. И потом фазаны. И, соответственно, аисты или журавли расписаны ручной. Что в этом интересно. Они всегда изображают, как вы знаете, символ сахара, символ биолога. Ну, у них все время все заложено. У них просто так рисунков нету. У них все время все со смыслом. Здесь интересно. Ой, а мне вот это очень нравится. Это что такое красное? Это японская старая шкатулочка с, соответственно, заводом. И, ну, вот, буквально вот такая маленькая шкатулочка. Тоже выполнена из дерева. Вот старенькая такая. У меня есть три сервиза с гейшами. Как же, вот, более на свет. Вот там девочка плохо с... Я вижу гейш. Да, очень хорошо. Это выполнено в 70-е годы для СССР. И здесь есть... И он, кстати, тончайший. Я знаю, что здесь... Тончайший, более тончайший. Это вот 50-е годы. Этот еще тончайший, да? Это вообще тончайший. Вот это девочка. Ой, и правда, как хорошо. Слушайте, вообще. Правда, классно? Да. Вот, редко с чем. Вот этот сохранился пять кружечек. А вот этот сохранился шесть кружечек сервантное хранение. И помимо всего, вот, роспись надглазурная называется «Мария Аш». Вот можно посмотреть. Надглазурная. Надглазурная, прямо сверху. Она сидит, медитирует в виноградном таком саду. И здесь у нее обалденный пейзаж с маленькими домиками, красивыми деревьями и рекой. Вот такая вот потрясающая сервизик. Ирочка, а вы что, бываете только здесь или где-то еще? Следующая выставка, пожалуйста, можно посмотреть. Буквально завтра у меня заезд. У меня тяжелые дни могу сказать. На Блашином рынке? Да, я буду на Блашином рынке, где мы с вами, собственно, встретимся. Да, познакомились. Познакомились. Я вам дам билет, чтобы прошли. Что у меня еще по этому поводу? Есть, как тоже 50-е, тоже гейши, но, к сожалению, нет гейши. Вот, но тоже надглазурная «Мария Аш». Очень интересный рисунок. Я вот такого не видела. Да, и очень коник. Есть похожие, но такого я не видела. Еще, помимо всего, очень удобно в плане объема для русского человека. Такие они любят себе. Да, да, да. Помимо всего, смотрите. Многие даже говорят, из чайных чашек пьют кофе. Потому что здесь можно заваривать чайник совершенно новый, сервантное хранение. Вот. Что еще такое у меня здесь интересное? Давайте посмотрим на этот цепис. Ой, слушайте, а это какой цепис, я бы, наверное. И опять же. Ой, ой, ой. Да, да, да. Смотрите, видно, какая прозрачность на век гейши опять. Да, чайник. То есть это вот как-то. Какого у вас? Это шесть. Это сервиз? Да, сервиз. Шесть. Шесть. Ага. А никак куда ягод. Ну, как-то еще она есть. Ага. Так. Что еще? Чайничка. Да, да. Вот кофе как приятно пить, да? А подождите, они черные, а блюдечки у них белые? Блюдечки вот так вот белые пока. Мне кажется, произошла как-то ультерия, и вот как-то у кого я покупала, нет. Но они, может быть, и подешевле поэтому. Но дело в том, да, они поэтому подешевле, и из-за того, что все-таки белая внутренность. Потому что такие тонкие, такие тонкие. Белая внутренность, да, и вот в принципе... А, да, это хорошо, если да, да, да. Ну, такая тонкость вообще потрясающая. Так, белый латвийский. У меня есть сервизик, интересное сочетание беж и синих переливов, такой лазуристый. Очень приятный тоже кофейный сервизик. Представляете, 2-3 ста всего. Почему беж, синий? Нет, ну вот внутри, смотрите. А, ну да, да, внутри. Да, вот он такой соединенный беж, такой кремовато-персий-поманка. У вас всегда и платье, и сумочка. Идеальная женщина. Спасибо большое. Сейчас я покажу, какая я вчера была с такой брошкой. Сейчас интернет загрузится. Вот у меня вчера вот такая брошь была. Это ананасы, мои любимые авторы. Да, интересно. Да, очень красивая. Здесь я была в таком колье, в большом крупном, вот здесь, вот видите, какая. Ой, ну у вас только... Да, вы променяете, как в перчатке все. Ну, конечно. Вот, и вот я сегодня. Ну, не вот так, помните вашу вещь, когда я первый раз увидела вас вот тут, я просто упала. У вас еще такое под кимоно что-то было. Кимоно, кимоно, хаори. Да. Это было вообще нечто потрясающее. Спасибо большое. Все-таки человек с таким вкусом, конечно. Ну, просто я родилась в художественной семье, у меня папа с мамой художники. Ну, поэтому вы и подбираете все лучшее, понимаете? Наверное. То есть дело в том, что у меня нет такого прямо направленного цели и полагания подбирать лучшее. Наверное, я подбираю так, что мне нравится. То есть я вообще стараюсь заниматься в жизни тем, что мне нравится. И от этого, каждая вещичка здесь есть отражение моего внутреннего состояния и мира. То есть вот по всем вещам вы можете сказать, что творится о моей душе. Вот. Такие дела. И это очень-очень потрясающе и очень чувствуется все это. Спасибо большое. Спасибо. Можете еще раз показать, то есть со мной можно познакомиться. Соответственно, на Тишинке. 13-го у нас это с утра. А где вы будете? Какое у вас? У меня место А1. А цвет какой потолка там? Цвет желтый в самой середине, где Павел и Вадим стоят. С сумками. Прямо напротив. Павел, Вадим, да, да, да. Или прямо напротив отхода, где у нас сидят организаторы. С сумками, да. Организаторы. Вот. А1 легко запомнить. И еще я могу вам каждому вынести билет по приглашению, соответственно, провести. Так что, девочки, давайте приходите и получите билет и возможность купить, да, и удовольствие. Конечно. Давай, скажи, обратно. Спасибо, Ир. Ир, ну, спасибо огромное. Спасибо, Маша. Не знаю, поеду ли я на этот... На Тишинку. На Тишинку. Я думаю, что там будет интересно. Мне кажется, здесь более интимно как-то. Да? Ну, может быть, дело в том, что, возможно, ряды друг от друга на более большом расстоянии, и из-за этого можно с каждым более так побеседовать. Тоже поговорить. Побеседовать. Ну, все, я переключаюсь от своей кжели. Надо уже все, потому что мне уже все пишут, что такое, почему кжель. Ну, вот. Да, ну, вот захотелось, да. Ну, какие раусы. Посмотрите, какие удивительные родолиты. Гранаты. Тоже ручная работа. Обалдеть, правда? Да. Как сказать? Не могу от вас отойти, просто... Все завораживает и привораживает. Очень красивые здесь комплекты. Посмотрите, какие у меня лягушки. Клакушки. Какие классные. Это все с апальчиками. С красивыми барокко, с жемчугами. С жемчугами. С жемчугами. Очень классные штуки. Да. Классные штуки. Да, крайний состав. Классные. Классные. 2-летра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok